Закон об эвтаназии бездомных животных начал действовать в республике в декабре прошлого года. Однако до сих пор с этим могут смириться не все. Общественники бьют тревогу, они считают, что есть более лояльные способы решить проблему бродячих четвероногих. В исковых заявлениях люди просят местный Верховный суд изменить карательную меру для бродяг на более гуманную. А ведь подобный закон могут принять и в Алтайском крае. Объективно пытались разобраться в ряде понятий, принятых законом. Пытались разобраться, противоречит или нет федеральному законодательству. Сюда были вопросы. Плодотворное заседание. Мы уточнили исковые требования, приобщили ряд доказательств. Со стороны ответчиков также поступили возражения. Но по большому счету это заседание промежуточное. По словам одной зоозащитниц, городские власти уже начали приводить закон в действие. Местный приют хотели сделать пунктом временного содержания. Но когда начались судебные процессы, все вернули на круги своя. Напомним, приют носит название «Джульбарс» в честь собаки-героя времен Великой Отечественной. Вот пункт временного содержания. Поменяли вывеску. Приют «Джульбарс» сняли вывеску «Джульбарс». В борьбе за право на жизнь бездомных животных люди готовы идти до последнего. Если решение суда первой инстанции покажется зоозащитником негуманным, дойдут до Верховного. Будем обжаловать это решение дальше и дальше будем спасать животных как можно больше всеми силами. К слову, правозащитники в свою очередь уверяют, что во многих регионах страны есть положительный опыт решения проблемы бездомных животных. Например, в республике Татарстан уже третий год четвероногие и вовсе не враги. Помимо проведения программы ОСВВ стали выполнять массу мероприятий просветительского характера. Было тесное взаимодействие с зоозащитным сообществом, выставки раздачи, льготные стерилизации, вузы, школы. Все люди были в это вовлечены. Сейчас вообще в Казани, можно так сказать, бум на собак. Многие берут питомцев себе и проблемы с покусами там нет абсолютно никакой. К слову, неравнодушные барнаульцы тоже встревожены. Не так давно зоозащитники направили коллективное письмо губернатору региона с просьбой не допустить массовых убийств четвероногих бродяг. Софья Куликова руководит местным приютом уже более 22 лет. Женщина уверена, к хвостатым нужен совершенно другой подход. Многолетняя практика уничтожения животных доказала, что это не решает никак проблему. Ну то есть, пока мы убираем вот это следствие, причина все еще остается и, соответственно, поступает все новое и новое. Это просто бесконечное убийство. Оно никак не решает ни проблем нападений, укусов и всего на свете. В свою очередь, зоозащитники Республики Алтай направили запрос в местный комитет ветеринарий с госветинспекцией. Люди просят сообщить им количество животных, которые уже подверглись эвтаназии. Следующее судебное заседание по делу о судьбе четвероногих предварительно назначено на начало апреля. Мария Костылева. День с толком.